Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, у счетной палаты настроено плотное и конструктивное взаимодействие с Минсельхозом России, как в рамках проводимых проверок, так и в рамках нормотворчества. Коллегами действительно проделана большая работа, идет активная реализация обсуждаемой сегодня госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Я в своем выступлении хотел бы обратить внимание на несколько моментов, требующих, на наш взгляд, усиления акцентов в работе Министерства. В прошлом году при формировании бюджета на 2020 год впервые на развитие сельских территорий было выделено на год 36 миллиардов рублей. Это реально хороший задел. Вместе с тем, несмотря на заключенные до начала финансового года соглашения с регионами, процент кассового исполнения госпрограммы пока невысокий. Вот мы видим цифры на 1 сентября, это 32,5%. Также недостаточно высокий пока уровень освоения отмечается по проектам комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций. Здесь 32,4%. И по развитию жилищно-коммунального хозяйства на сельских территориях здесь 28,4%. Понятно, что еще не конец года, но хотелось бы обратить на это внимание, чтобы и депутаты по своим регионам также посмотрели на выполнение программы. Кроме того, отмечу, что ряд новых мер поддержки госпрограммы оказались не в полной мере регионами востребованы. Так, например, за 8 месяцев текущего года на оказание финансовой поддержки муниципалитетам по строительству жилья, предоставляемому по договору найму, пока использовано всего 0,3% предусмотренных средств. В рамках нового мероприятия госпрограммы, предоставляющего право регионам самостоятельно определять наиболее приоритетные направления развития своих территорий, отобраны 147 проектов комплексного развития сельских территорий для реализации в 48 регионах, в 2020-2022 годах в объеме почти 11,5 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета. Положительным трендом является достаточно высокая доля проектов по строительству именно социальных объектов на селе почти 65%. По итогам 2019 года мероприятие по строительству инженерной инфраструктуры газоводораспределения сетей успешно реализовано с превышением плановых объемов. Уровень газификации жилья с сетевым газом в сельском местности превышает плановое значение и достиг 60,7%. Уровень по питьевой воде также выше плановых 67,9%. Однако наш анализ выявил отдельные проблемы. Так, отдельными регионами, построенные за счет средств федерального бюджета, объекты инженерной инфраструктуры и установленные сроки, не вводятся в Минсельхоз, предоставляются не всегда достоверная отчетность по соответствующим показателям. В настоящее время нами проводится комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по оценке эффективности реализации госполитики, направленной на устойчивое развитие сельских территорий. Результаты этой работы будут представлены, уважаемые депутаты, вашему вниманию до конца текущего года. Спасибо, благодарю за внимание. Михаил Александрович, Вы рассказали о финансах, о дисциплине финансовой. А счетная палата, как орган, в том числе парламентского контроля, выводы делает, исходя из того, что при недостаточности финансирования мы можем не выйти с Вами на достижение национальных целей, которые определены президентом. Вот Вы тревогу такую чувствуете, Вы, что называется, позицию свою где озвучили и заявили. Потому что, на наш взгляд, и коллеги здесь поддержали, финансирование в текущем году от программы по паспорту в объеме 45,3% недостаточно. На будущий год от программы по паспорту всего лишь 21,4%. Мы с Вами сегодня проект бюджета получили. 22-й год у нас финансирование 18,1% от финансирования по паспорту. Это значит, те цели, которые озвучил президент в послании Федеральному собранию, не будут достигнуты. Вот, может быть, с этого надо начинать? Либо тогда Минфин должен сказать, что нужно корректировать цели, но это уже не им решать, а президенту. Либо Минфин должен деньги искать на решение этой задачи. Либо какой-то другой путь. Вот счетная палата здесь с депутатами, с Государственной Думой, или Вы уходите в двигание цифр, кто сколько перечислил. Понятно, это тоже необходимо делать, но так как председатель счетной палаты, выступая, сказал, что Вы будете заниматься, в том числе, более глубокой работой по анализу, прогнозам, и, соответственно, дальше строить работу на этой основе, было бы правильно все-таки Вашу оценку услышать в этой части. Владимир Викторович, безусловно, у нас два направления. Мы смотрим исполнение, я уже о цифрах говорил. И то, что касается недостаточности объема финансирования и тех рисков, которые мы видим по невыполнению задач поставленных президентов, мы, безусловно, отмечаем в отчете, мы его направим в Государственную Думу в отчете. Риски эти обозначены в рамках стратегического вопроса. Вот и следующий год она не дофинансируется. У нас получается в пять раз, даже более чем. У нас, Вячеслав Викторович, по стратегическим выводам, как раз у нас здесь претензии не к Минсельхозу, а в целом по объему финансирования, в том числе и к Министерству финансов. А то, что касается исполнения, как мы отмечаем, что в сентябре оно было не в должных объемах, это вопрос, конечно, к регионам и к контролю со стороны Министерства советского хозяйства. Спасибо. Спасибо.